И Тинкер от команды Комплексити, Алишрак, Ио, Фейслос Войт и Легион Коммандер. Ждем последний пик для команды Коул, нужен герой на позицию. Может быть мид, может быть пойдет в Войт. Мид, Войт против Тинкера вполне может неплохо стоять, покупая себе Порманшилд. Тетал дэмэджа в виде лазера и ракеток можешь уходить на таймволке, но это как вариант. Конечно, можно придумать героя другого, учитывая, что у команды Коул имеется Ио, которую можно подмид подстроить. То есть взять там какого-то Тинни, либо любого какого-то дефолтного мидера. Ну, сейчас глянем. Я бы сказал так, что Темплар Ассасин был бы очень хороший выбор. Темпларка против Синкера стоять может, все-таки имеется рефракшн. Я вот сам как-то думал, кто может реально мешать Тинкеру в формате 1-1, и Темпларка может. Если в Темпларке дела идут плохо, она уходит на Эншенты, она делает стаки, она уходит в леса, она делает там стаки и фармит. И при этом фидить Тинкеру не должна. До лазер, до ракет, до маршина у тебя имеется рефракшн, и ты можешь за счет этого выживать. Минута времени укол подумать. Опять же, позиция пока на последний выбор для Свиндлоза не ясна, потому что Свиндлоз может пикать все, что угодно. Все-таки выбор персонажа от Свиндлоза всегда штука, которую очень трудно преугадать. Иногда работает эффект рандома, поэтому надо просто немножко подождать. Я думаю, что сейчас нам Свиндл Мелланс все покажет и расскажет. Опять же, мы знаем, насколько он восхвалял свои умения пикать в рамках Каптонс Драфта. Это Алхимик. Для команды комплексти Алхимик на позицию Соломит от румынского игрока Канцела. Возможно, мы увидим, опять же, Дабл Мид, Алхимик Ио. Ио будет делать постоянно стаки на эншитах. Ну, в общем, это стаки на эншитах, да и не только на эншитах. Скорее, стаки и на нейтральных крипах. На среднем спауне, на большом спауне. Ну, посмотрим. Все-таки Тинкер, герой неприятный. Тинкер может этого Алхимика неплохо подгонять. А если еще к Тинкеру кто-то придет, а к нему определенно кто-то придет, учитывая, что у нас будет стоять Соло, Легион Командер, либо Соло Войт. Сейчас глянем, да, идет пока Легион Командер. На верхнюю линию. Ладно, посмотрим по расстановкам линии чуть попозже. Пока что давайте пройдемся по игрокам и героям. Начнем со стороны Радиент. Команда комплексти Свиндлос на Лешраке, Джейкей на Войде, Канцел на Алхимике, Ио от Зефрика и Му на Легион Командер. Ну и команда Фридом. Игл на Силенсере, Басседжей на Лайфстилере, Джубей на Никс Ассасин, Икс Майк Патрайдер и Тиммада от на Тинкере, точнее, конечно. Курьеру команды Фридом нет. Вот поэтому я люблю вот эту вот Американ Дота. Просто парни забыли купить Курьера. Ну, забыли. Его нет. Есть деньги у Лайфстилера, но покупать не будет. Дед. Продолжение следует... Так, на руне у нас тычка, станут лишь рака было мимо, в итоге прыгает Никс Ассасин, подкоп снова мимо, в итоге руна все-таки для тинкера, алхимик остается без руны, но выживает, там паразатак, там тизер, поэтому подхила было для канцела очень много, но неприятный момент, что остается алхимик без 300 золота на халяву, не получилось получить небольшой буст. Батрайдер, который стоял просто, чтобы отвести крипов, это уже такой момент, который происходит постоянно, но в будущем просто команды будут вот эти вот места чекать вот здесь вот и вот здесь вот, вот эти места надо всегда чекать, всегда проверять, потому что Батрайдер там стоит постоянно. Прокачивает себе фарафлай, крипов отводят и получает себе просто левел 2, получает 4 крипа, и... Это, конечно, небольшой, но все-таки буз для Батрайдера. Тут, смотрю, проблему у Зефрик, его просто закрывает игл, не дает вытяни, как из Зефрик имеется тизер, надо тизерить, он прекрасно понимает, бассажер, что происходит. Оперу ванны на Зефрик, но под тавр лезть, наверное, не стоит, хотя есть подкоп, подцепили Ио, пытается его убить, но фарифайр, еще и стики у Зефрик имеются, и Зефрик, неужели здесь выживет, получает курсу Зефрик, но вот после курсы, наверное, погибнет. Хотя нет, нажимает фарифайр, проблему у Никс Ассасина, Никс Ассасин уходит на 20 хп, ну и все-таки погибает от нейтралов здесь Никс. Что-то, ребята, спасибо за... Кэмп на сложный, не знаю, не знаю, не знаю. Ну, несмотря на то, что этот турнир довольно серьезный, ESL 1 Гэнтинг, и эта квалификация, ребята играют довольно вот так вот на расслабоне. Нет какой-то серьезности, но это Америка. Американский регион, он такой вот для некоторых регион очень приятный, потому что здесь нет такой вот доты, где все очень аккуратно, где там каждая ошибка пытается... Где, точнее, каждая ошибка пытается командой избавиться, а нет, здесь такого нет. Здесь команды любят поиграть именно в доту, как мы привыкли видеть иногда в пабе. То есть нет, конечно, эта дота профессиональная, но команда играет просто в более свободном стиле, нет каких-то рамок определенных. Легион команды получает подкоп, а в первую ванду отсутствует, но при этом очень больно. Еще и под курсой му, му имеется пресс-атак, имеется фласка, но пресс-атак нажимать себе дороже, поэтому лучше просто уйти. Пресс-атак нажмешь, продолжатся действия курсы, и ты получишь еще больше дэмэджа. Вот такой вот неприятный момент. Подкоп снова на Легион Командор, но терпит как-то, конечно, му, хотя... С таким-то началом, конечно, хотелось бы и в лес уйти. Три крипа, левел 2, это очень мало. И даже Ио никак особо не помогает. Что у нас вообще на других линиях? Тинкер против Алхимика на центре. Как видите, никакой даблы Ио-Алхимик нет, то есть некие стаки потенциально здесь пока не делаются, это зря. Конечно, Ио на топе особо не помощник, а вот для Алхимика его на центре мог бы сделать очень много полезностей. Мы видим, что, конечно, Тинкер 1-1, то Алхимика пока что прессует. Наличие лазера. Вторые маршифтеры лазер, то есть консолу неприятно. Это и демо чистый проходит с лазера, и у тебя, что самое неприятное, мясы. Ты не можешь вот рейнджового крипа, например, забрать, даже спрейт его не помогает. И все, что можно, Тимада просто динает. Опять же, Ио никак не помогает. Но Алхимик это герой, который даже сильно загнобили его на этапе начальной игры. Он всегда может догнать. Догнать коров противника за счет своей пассивки. То есть мы вот знаем моменты, когда Нага идет в мид-фарме, тебе Рейдианс. Но если Нага вначале загнобит, то она очень сильно проседается. Алхимикам такого нет. Алхимика нужно прям очень сильно загнобить. Чтоб он стоял и погибал просто каждую минуту. У него было там в пятой минуте 0.5. Тогда, может быть, да. А на верхней линии Зефрик делает тэп-аут. Успевает уйти на тир-3 башни. Все в порядке. Тир-1, извиняюсь, конечно. Тир-1 башня. Иксмайк продолжает подворотить крипов. Как видите, нейтральный спал. Частично подфармил. 8 крипов в наличии. 4 было крипа с первой минуты. Ну и 4 зафармил либо на линии, либо как раз-таки нейтралов. Уходит делать стак, успеет ли. Но тут должен успевать. Да, 55-я секунда. Отводит Иксмайк крипов. Взглянем на как раз-таки spawn box. И... Нет, не повезло. Там вот эти крипы друг друга стопят. И очень трудно. Если деревья стоят, они просто в этот узкий проход все не проходят. А заходят свиндл за спину. К Иксмайку. Иксмайка трудности здесь будут. Конечно, еще и войд. Идает тайм-делейшн. Есть диаболики. Начинает Иксмайка пробивать тайм-делейшн. Повесили очень много дэмэджа от диаболика. Стан попадает по Иксмайку. Иксмайк должен погибать. Это ферзблат. Только сейчас на 4 минуты 22 секунды. Ну и свиндл спросит поменять настройки. Возможно, как раз в этом ганге что-то у него не получилось. Сейчас поменяют. А может быть просто, не знаю, дверь у него. Или пицца приехала. Всегда можно ливнуть, написать там настройки, либо какие-то проблемы с коннектом. Да и все дела. Так, все, готово колы. Ну что ж, пока 1-0. Начинает команда комплексити с ферзблату. Но в целом, конечно, мы видим, что у тинкера пока все очень круто. У лайфстилера все неплохо. А в Войт Кэрри взглянем, какой это Войт Кэрри будет. Будет ли это Войт Кэрри через Владмирс, там через Блинкдайгер, который будет рассчитан только на установку храносферы. Или это будет Войт такой вот, именно Войт Кэрри через диффуза, манту, без покупки Владмирса. Ну, даже можно купить в Владмирс. Дальше выходить артефакты атакующие, боевые. Опять же, манта, диффуза. А здесь манта и диффуза это просто мастхев. Учитывая наличие сайленсера. Учитывая наличие тинкера. То есть это лазер, это глобал, это очень много неприятных способностей от энеми. Так что манта, диффуза, реально это будет решение проблемы для Джекея в плане и сайленсера, и миссов от тинкера. Но это только для начала. Там еще опен ванды от лайвстилера, там еще и курса есть. В общем, гадости хватает. Очень му просел сильно. Посмотрите там, как понимаю, еще и сатир выдал шоквейв свой. И сайленсер тыкает. Зефрик получает ласт ворд. Му также побит. И Зефрика прогоняет. Не знаю, зачем здесь вис стоит. По сути, только экс поворует. У му фарм идет. Но, опять же, такой себе, я думаю, что тут особо Ио не помощник. Выходит БСД на му. Опен ванды. Му очень больно. Нажимает празд-атак. Курса висела, поэтому демод же очень много для му. Хотя тут курсы не было. Курса как раз-таки прям празд-атаком сбивается. Да, вот такая вот игра выходит. Вроде курса продлевает, если способности все активируется, но... Празд-атак спасает. Окей, это моя ошибка была. Я немножко не подумал. Смотрите, убивает сайленсера. Гласт Вор снова му себя сбивает с помощью Празд-атак. В итоге никого не может Фридом убить. Здесь Зефрик получает под копы, наконец-то, и убили хотя бы Ио. А му тут один против всех стоит. У него левел 4 уже. И, опять же, Легион Командра довольно-таки плотный персонаж. Попробуй ее убей. На 860 хп, 4 армора. Просто не хватает демеджа. И муж выживает. Ну и Празд-атак, конечно. Второй Празд-атак, он дает о себе знать. Алхимик, Солринг, Пурманшелл, Ботинок, Топорик, 16 скрипов у Тинкера. 37 на 18 днаев. Тинкер пока что ушел фармить леса. Тут нет было никаких стаков, просто Тинкер фармит. Вот так вот. Одиночный спаун. Ну, Солринг себе купил. Марш из-за макшены. Такой вот скилл билд не боевого Тинкера на данный момент. То есть такой Тинкер не убивает. Это Тинкер, который именно очень хорошо фармит леса. Он может здесь остепениться. Делать сейчас вот стаки на 53. И зафармить очень много денег. Так что какие-то травела быстрые мы вполне ожидаем. Воид заходит за башню. Прогоняют Эксмайк и прочее. Эксмайк там зафармил, как я понимаю, уже нейтральных крипов на оффлайн спауне. Но Воид левел 7. Свиндлос левел 5. Очень высокий левел саппорта. Команда комплекса. Еще и башню тут уже убили. Прыгает Воид. Но под файрфлайм бить особо-то не хочется. Даже имеет таймволк. Третий, который уже не имеет такого большого кулдауна, как обычно. Но, тем не менее, это опасно. Снова ход тимада. Но вот марши не дают стоять на линии. То есть и лазер, и марши. Тут полный комплект. Очень больно канцел. Даже под ультимейтом мы видим, что дамаж проходит колоссальный. Есть лазер. Тинкер уже особо-то не стесняется нажимать свой ультимейт. Учитывая Солринг, манна практически бесконечная. В разумных пределах, конечно, манна или поздно закончится. Но все-таки Тинкер начинает фармить нейтралов дальше. Сейчас сделает себе еще и стак один. На топ выходит Никсасасин и Саленсер. Проблема у Ио. Ио подкопали. Офин Ванды. Вешается курса. Проза так пытаются Зафрика спасти. Зафрика улетает на крипа. Но это не спасет. Зафрик погибает. Возможно, это не конец. Погоним, будто за Му. Подкоп через три. Две. Одна. Му. Подкоп. Трудно дать. Он все-таки попадает по Му. Очень долго тут его будут бить. Все-таки очень жирный персонаж. Это Легион Командора. Уже проблема по СЖ. Там по диаболикам. И Стармима нажимает он рейдж. Но диаболик не спасает. Напомню, диаболик это физ урон. И Лайсиллер пошел слишком далеко. За это был наказан. Фраг в копилку команды Комплексити. И убили они Майнкерри в размен на Виспа. Вполне себе неплохо. Размен получился идеальный. Войд купил себе Ринг оф Хеллс. Ну конечно можно купить Линкенсферу. Вопросов нет. Линкенсфера против Батрайдера. Это да. Это тема. Ну не знаю. Против Батрайдера и все. Батрайдер себе купит артефакт, чтобы эту Линкенсферу сбивать. Там не знаю. Форстаф себе возьмет. Он будет сбивать. Юл себе возьмет. То есть. Ну Линкенсфера это не решение проблемы. Линкенсфера тебе дает очень мало урона. Она тебе не дает особо скорости к фарму. Были времена. Очень давно это было. Когда фармили Войда себе в Баттлфьюри. Я думаю многие эти времена помнят. Многие уже не помнят. Многие старого Войда наверное не помнят. Когда у него еще был бэктрек. И он просто мог от всех скиллов уходить. Шанс был 25% от всех. То есть даже от Лагуна Блэйд Лины. Это было приятно. И от мага от физ дэмэджа. От чистого дэмэджа просто уходить. Но был тогда другой Войд. Тогда был Войд. И с таймволком другим. Дэмэджа было у него больше. Что-то на топе дуэль по Сайлмсеру. Пошло очень много дэмэджа от Му. Еще это все под Зефриком. Под оверчарджем. Ну и Зефрику главное теперь отсюда уйти. Есть у него тизер. Надо улетать на Му. Трудно это сделать. Зефрик оттолкнул. Все-таки тизер делается. Карапасики работают. На Зефрику летает. Зефрик. Презатак получил. Моноберн. Не хватает дэмэджа. Зефрик отсюда видимо уйдет. Есть подкоп. Надо копать. Но понимает Никс, что просто уже не достает. Для Му. В дэмэджа. Видят тинкера. Погоня от Му. Дуэли еще нет пятых секунд. Выходят сюда. Свиндлос там мимо. Тимада пытается уйти. У него есть уже травела. Поэтому сейчас травела появится. И все. Мовспид будет такой, что просто не догнать. Тинкера. Хотя смотрим. Свиндлос идет. Пульс снова висит. Оперманды от БСЖ. Начинает бить Свиндлоса. Под рейджом БСЖ. Еще много дэмэджа. Больше раконию абсолютно нет маны. Здесь Свиндлоса уже не отпускает. Смотрим дальше. Там погоня идет. И за Легион Командер. Клинки от Игла. Есть Тим Пейл. Бежи Джубей. Но Му не догнать. Мовспид опять же. Фейсбутс. Отцы. Просто мовспид больше. Ну а тинкер улетел на базу. Возвращается назад. Все травела. Левел 9. Взглянем на общую ценность. Мы видим, что Алхимик. Несмотря на то, что все было у него очень трудно. Его гнобили. Там Крипстат был в два раза меньше. Канцел. Идет на первую позицию. Но это Алхимик с пассивкой. Поэтому неудивительно, что Алхимика. Все так круто. Было бы странно, если Алхимика. Было бы сейчас что-то проблемно. В плане фарм. Если ты не фидишь. Если ты уходишь в леса. То ты рано или поздно перегонишь. Ну практически любого героя. Который слез против тебя. Опять же важный момент. Если ты не фидишь. Вот у нас на вторую позицию. Да, Персферанс появляется. Но теперь это либо на Линкен Сфера, либо БФ. И в БФ я не верю. Но если бы это было ББФ, это была бы сенсация. Я бы смотрел этот матч с еще большим удовольствием. Потому что пока Дота интересна. У нас 7 фрагов за 12 минут. Это не так уж и мало. Учитывая, что Дота в последнее время в регионе Европы довольно-таки пассивная. Мы не говорим, конечно, про Мундак. Где у нас там героев просто в пуле меньше. На центр выход. Камса получает Опермванды. Прилетает еще Иксмайк. Выходит Джубей. Прилетает Синьки. Ракеты. Лазер очень долго бит Алхимику. Но все-таки его убивают. И никаких сейф ТП от команды Колл на своего мидера мы не увидели. Румына просто бросили. Оставили американцы его здесь погибать. Ну и счет равный 4-4. Пока что победителя нет. Да и в целом карта такая получается равная у Тинкера. Все круто. Да, Войт, конечно, 6000. Лайфстиллер 3500. Это стоит учитывать. Это, конечно, просто провал. У Лайфстиллера не такой крутой крипстат. 50 на 6. Я вот играю в пабы. У меня тоже иногда на карри 50 на 6. Но когда у меня еще вроде линия пустая. Но я вот так вот плохо оформлю. Но у Бассаджа были трудности. И, конечно, этот крипстат очень плохой. То есть в то время как у Войта уже 94. Разница очевидна. Выходит на топ Тинкер. Ракетки уже замакшены. Лазер в двоечку. Опять же, много дэмэджа очень от Тимана. Можно сейчас увидеть в файте. Вот эти ракетки просто закидывают. Все. Ты вносишь очень много магдэмэджа. Невероятное количество. Скан от Фридом. Полетел Эксмайк. Попытка найти хоть кого-то. Надо цеплять Му, потому что у него прозаатак. И его цеплять бесполезно, потому что Му просто спасет свой прозаатак. Ну и теперь стоит Ио. Бочка дается. Но телепорт сбивает, разумеется, не бочка. Кэмпелом. Бочка нынче телепорта не сбивает. И фраг в пользу команды Фридом. 5-4. На центре стоит Джеккей в позиции. Выжидал. Появление Тинкера не получилось. Тинкера здесь не оказалось. Джеккей все ближе и ближе к покупке Ультимейт Орбо. И это действительно будет, друзья, Лиген Сфера. Опять же, можно относиться к этому по-разному. Я отношусь к этому скептически. Не веря в Лиген Сферу. На Войде, на Мейнкере Войде. Конечно, если будут еще идти хорошие игры от Алхимика и Легион Командера, Войд просто будет ставить Хроносферу. Но здесь Хроносфера, по сути, не нужна. Потому что дэмэдж от Алхимика, Хроносфера 0. Легион Командер 0. Нет, ну в теории, конечно, это Отца есть. Конечно, Алхимика имеет. Это Спрей Колб, это все понятно. Но мы понимаем, что на практике дэмэджа меньше. Вот она Хроносфера в Тинкера. Стан по таймингу, Тинкера убивают, да. Но вот Лишерак, да, Лишерак-то хороший. Он дэмэджа вносит очень много. Джеккей уходит на таймволке. Он не подозревал, что за ним идет охота. Просто бежал фармить крипов и... Глобал еще придачу на Войда. Войда долго бьют, но должны убивать. Да, Войд погибает, а Свинлус улетает на базу. Ну, разменяли своего Тинкера на Войда. В принципе, способности и там были потрачены серьезные. Выход на Лайфстиллера. Пошла в дуэль, но висит рейдж. Смогут ли убить? Посмотрим. Долго бьют Лайфстиллера. Пинают, пинают, пинают. В крипа пытался сесть, не получилось. И все-таки Лайфстиллер отправляется в таверну на 35 секунд. Блиндайгер от Му. Как же все плохо у этого бедного Лайфстиллера. Нетворс почти как у Ботрайдера. Легион Коммандер и вовсе. Перегоняет Майкер и Комманды Фридом. Войд 6600. Алхимик 8200. Ну и Тинкер 5600. Тинкер это такой вот Тинкер персонаж. Немножко он по фарму приостановился. Выход нас с Виндлоса. Подкопали. Моноберн. Не хватает немножко демеджа, но прилетает Синкер. Теперь демеджа вполне хватает. Свиндлос погиб. 7-6. Какая же равная Дота выходит у нас? Господи. Давно такой Дота не видел, что прям команды шли. Нога в ногу. Лосо через 20 секунд. Пока его нет, покупает себе Батрайдер Виталити Бустер. Любопытно. Неужели это будет какой-то Ротофотос? Ну, опять же, это вариант неплохой, чтобы Линкер Сферу сбивать потенциально. Но в целом, честно говоря, не знаю. Посмотрим, что из этого выйдет. Почему Виталити Бустер? Почему не Блинкдайгер? Возможно и правда будут просто сбивать Линкер Сферу. Ротофотос это тоже неплохой вариант. Если это, конечно, Ротофотос. Давайте взглянем, что догадать. Артефактов хватает. Ротофотос, Солбустер, Вангуард и Тараска. Ну, я думаю, что Ротофотос самый адекватный вариант. Опять же, рассчитываем на то, чтобы сбивать Линкер Сферу. Ну и, конечно, замедлять. То есть замедление тоже важный нюанс. Под твой Firefly, под твой Напал замедление может быть очень полезным. Свиндлос. Выходит довольно опасно. Нажимает диаболик, кидает стан, включает пульс нового. Демоджа довольно-таки много. Икс Майк дает лассо, но тащит под себя этого лишь врага. Икс Майк баночку выкинул. Свиндлос погиб. Баночка спасает жизнь Икс Майка. Если бы не баночка, то был бы размен один в один. Под райдер остался на 50 хп. Рейдер на 16 минуте. Учитывая наличие армалета, это не идеальный тайминг, но он неплохой. То есть идеальный тайминг это 14 минута. То есть кто вот следит за этим алхимиком пристально, но за 14 минут это вот прям отлично. Ставится пауза. Момент важный. Никс Ассин. Есть тут. Инфес бомба. Ставится ансер за спиной. Будет глобал, будет ластворк, будет курса. И Войт здесь в опасности. Да, он очень плотный, но с помощью глобала можно убивать. Выходит лайфсиллер. Джек Кей. Прячется в лесах и... Ошибается БСД. Ошибается. А Войт имеет хроносферу все это время. То есть он может прыгнуть. Если будет какая-то поддержка плюс один, плюс два. Релокейт имеется. Ио может и прилететь. Я думаю, что Ио сейчас и будут лететь. Смотрите. Ну нет, летит это просто с Виндлесс. Я думал, что Джек Кей прыгнет. Но Джек Кей... Не то, что струсил, но просто не прыгнул. Рецепт на Линкен Сферу уже в инвентаре. Если это быть точнее, в Курьере. Ну Линкен, в 18 минуте будет. Ну, неплохо, неплохо. Ничего больше сказать не могу. Не... Сверхъестественно. Отличный фарм Войта. Ну, Войт с 7700. То есть не то, что тут скажут, ну Войт уже второй на Творс. Да, но потому что у Лайфстилера все очень плохо. Лайфстилер исключительно погибает. Очень мало от него... Каких-то хороших моментов. Очень плохой крипстат. Появляется у Алхимика Худ оф Дефайнс. Ну, мы вот с Форсом обсуждали много об этом артефакте. О том, что мы видели покупку этого артефакта на Драгонайт. И мы немножко были удивлены. Но по итогу артефакт стоит копейки. Дает тебе очень много. Особенно против Тинкера. Особенно против какого-то Никс Ассасина. То есть это все маг дэмодж. И реально Худ тебя спасает. Алхимик вот магию не особо-то и любит. Он не такой уж и плотный. То есть, конечно, ему больно без армлета. Вот убили Никс Ассасина тем временем с помощью дуэли. Ставится хроносфера по треймой ДжК. Хроносфера просто ювелирная. Много телепортов. Уже три закастовано от команды Комплексити. В итоге должен погибать здесь Сайленсер. Сайленсер пока что живет. Нажимает глобал. Есть удар от Войда. И погибает Сайленсер. Ну, лассо не хватает. Колбы залетают от Алхимика. Алхимик под Рейдис. Я напоминаю, очень много дэмоджа. Икс Майк очень побит. Он плен ванды на Канцел. Канцел должны убить. Канцел погибает. А марши все это время висели. Тинкер очень много дэмоджа по Алхимику внес. Мы даже сейчас глянем по Тикап. Посмотрите. Скорее всего, топовая позиция. Там все это время Алхимик под ультимейтом били марши. Давайте взглянем. Тинкер, да. 2142 дэмоджа. А че меть. Но Алхимик сам виноват. Пошел под эти марши. Даже имея свой худ, он его... А может быть и не было худа. Я вот не видел, худ он привез или нет. По-моему, нет. Может быть в этом проблема, что он просто его не привез. Тинкер, блинк, травела, слоринг. Ну, выход в линзу. Вагоним. Это все по классике жанра. С Windows очень побитый. Стоит под тинкин сферой. Тут фармит. Не боится никого. Не боится даже Никс Ассасина. Выходит Му. Тут импейл. Ну и все. Му прогоняет. Ну, Му молодец. Му, несмотря на то, что у него было трудное начало. Его там трипло и гнобили. Почти убивали. Он при этом, на удивление, ни разу не погиб. 4-0-1 у него. Кда. 20 дэмэджа. Левел 11. Сейчас готов убивать снова. Опять же. Купить себе еще какой-то бледмейл. Это будет вообще великолепно. С этими артефактами врубаться. Джекея моментально в блинкную сферу кинули. Ластворд. Есть прозоатак. Поэтому надо сейчас уже Му сюда подходить. Прозоатак закидывает на Войда. Войда без храны сферы еще 40 секунд. Идите сюда еще и тинкер. Тинкер. Ракету закинул. Сделал блинк-аут. Опять же Войда на эти все ракеты. Наплевать. Ну, учитывая, что у него таймволк есть. Конечно, не каждую секунду наплевать нам. Каждые 4 секунды уж точно. Может терпеть. Смоук покупает Свиндлос. Попытка вот от командной комплекции выйти. Опять же, использует свою храносферу. Свиндлос очень силен. Ему купить какой-то Вейл было вообще очень. Даже неплохо. Алхимик купить смогли. Релокейт. Дуэль пошла по лайфстилеру. Закидывается курса. Колба взрывается. Лайфстилер погибает. 2 в 0 пока размер. Ракеты летят от тинкера, но этого мало. А Силенсер получает дуэль. Му при этом в эту храносферу успевает бить. Да, конечно, не дуэль, а храносферу ставят. Войд. Войд прыжок дальше. Делает тинкер. Блинкаут пытается уйти и уходит. Но это 3 в 0. И, конечно, колл немножко не выглядит сильнее. Мы пока до сих пор не понимаем, как этому ластилеру в этой игре восстановиться. У него рамлет, блайтстоун, митриалхаммер. Но это очень мало к такой минуте. И пока ластилер исключительно погибает, либо делает ассисты. Но это все не то. Но ассисты это не то, что помогает выигрывать в Дота 2. Блинкдайгер от Войда. Но все-таки, видите, у нас такой Войд будет именно на храносферу рассчитанный. Войд без манты, без диффузов. Хотя вот тут манта, опять же, она прям... Ну, очень-очень была бы неплоха Легион Командер. Проза так нажала. Готовится дуэль. Есть Сайленс. Но Тинкеры так убьют. В итоге Тинкеров убили. Их ссаси на отсюда лучше вообще не выходить. Не палит свой инвиз, потому что... Ну, иначе Му с дабл дэмэджем не простит. Но Фридем как-то идут. Сайленсер, Бассаджей, все близко. Опасно играют Фридемы. Если сейчас кого-то найдут, оставится Варт. Сейчас кого-то определенно найдут. Есть врыв. Дуэль пошла по Батрайдеру. Батрайдера убивают. Все, Батрайдера нет. Джеки без трансфера, но ничего страшного. Канцела, может быть, убьют. Канцел погибает труп Бассаджея и Джубея. Но они сейчас будут наказаны. Погибает Никс Ассасин. Бассаджея один против всех до конца. Также отправляется Лайфсиллер отдыхать. На 45 секунд. Будет падать Тер-2 башня по верхней линии у команды Фридем. Возможно, Коллы пойдут на центр. Возможно, пойдут и дальше. Немножко подпушат. Времени у них хватает. То есть, значит, диаболиков можно там подпушить, либо развести на глиф, если он есть. А глифа и нет, кстати говоря. По диаболикам тут можно очень много грязи наделать. Тинкера еще нет 5 секунд, поэтому вот это вот драгоценное время команда Колл будет использовать. И Тавр за это время упадет. Опять же, это диаболики. Магия диаболиков, она невероятна. Прыгает Войт. Прыгает на просто постройку. Постройку Игла. Зафрика чуть не убивают. Там Курса залетела. Ластворд и ракеты. Пошли еще одни ракеты. Просто атак на Зафрика. Зафрик живет. Урна от Зафрика. Ну и Зафрик уже фулловый. Бисп, 2 800 денег. Что же себе купит Зафрик? Можно купить себе Мекку. Можно купить себе какую-то Юл. Пай покупать, наверное, не стоит. Там Алхимик, если что. С этим справиться попозже. Ну, посмотрим. Канцел пытается убить Тинкера. Колба заваривается. Кинуть не смог. И Тинкер улетает на базу. Ну, если бы Колба попала, то все, был бы конец. Нашли Алхимик. Ротуфатос повесили. Канцел очень больно канцел без ультимейта. Канцел погибает. Ну да, конечно, когда ты без ультимейта, это проблема. Но вот Иксмайк, да? Вот и тембилд. Интересный. Только ли рассчитан на сбитие Линкенсферы, либо Иксмайк принял решение еще такое до того, как увидел тембилд Войда. Купить Ротуфатос после барабанов. Не покупать себе Блинкдайгера. Слышу звук Кранцфера, ставится на Тинкера, прилетает сюда еще Легион Командер. Ну и без дуэли, потому что Глобал висит. Ничего страшного. Прыгает Войд дальше. Есть дуэль по Никс Ассасену. Никс Ассасену начинает очень сильно бить. Никс Ассасен погибает и... Да, он все-таки Легион Командер в этом моменте не получает. Но ничего страшного. А Джейкей делает Таймволк, уходит. Драконий летает Лайфсиллер. Ротуфатос по Джейкей. Он делает Блинк Аут. Ну и команда в комплекте отсюда должна уходить. Линку Паму повесили и Му. Сосмой Мэнкерри просто отсюда убегает. Да, идет Лайфсиллер Драконца на своем Драконе, но... Импакт этого ноль. Свиндлос там по двоим. Нет, вру по одному попал все-таки. Игл успел уйти. Свиндлос за это будет наказа. Начинает пробивать его очень сильно. Правда и сам Свиндлос неплох. Но, конечно, 2 на 1 это нечестно. Бассажей пытается уйти. Очень много дэмэджа, прокает там башек. И Лайфсиллер погибает. Как-то вот забыл совсем Лайфсиллер про то, что имеются баши. Драконы этого убили. И все. 20-12 у нас счет по итогу. 20-25 минут встречи. 15 тысяч по золоту за командой комплекте. 14 по опыту за командой комплекте. Очень много. В пользу. Команда кол. Алхимик все это время в большей степени фармит. Мы видим, что у него одни ассисты. У него 0 убийств. 4 смерти. Рецепт на манту. В общем, ничего пока Алхимик не выдумывает. Кроме худа. Итем билд вполне себе стандартный. А Джей Кей 2 600 денег. Что же фармит себе воет? Ну, дифуза манта. Это вот прям оптимальный выбор. Что-то себе купил. Купил себе почти готовый дифуза. Возвращает курьера. Говорит, сейчас нафармлю дифуза. И возьмешь своего курьера. Не проблема. Так, вернее, вернее, вернее. Вот, все. Дифуза истери можно ввести. С дифузами-то будет получше. Против опенвандов. Против лазера. Против, что самое страшное. Глобала. Можно будет посадиться. Ротупатос можно себя сбивать. Там хватает чего. Можно сбивать. Опять же. Там и способностей, и артефакты. Но Фридом хватает. Неприятных. Есть инфестник с ассасина. Выходит джубей. Есть ли сентри? Есть ли гем у команды колл? Вот, что интересно. Я пока не вижу наличия гема. Надо ставить, конечно, сентри. Когда у вас такая тотальная доминация, можно купить и гем. Но это не делается. И Зефрика могут убить. Правда, Зефрик смек. И не факт, что демоджа хватит. Притом, какая-то храносфера может быть контр-атака. Но нет. В итоге просто Зефрика должны убить. Зефрик. Зефрик погибает. Прыгает джекей. Храносфера ставится по двоим. Неплохо, но могло быть и лучше. Потому что даже плохо. Выходит мун, нажимает БКБ по Сайленсеру. Сайленсеру убивает. Никса ассасина убивает. Батрайдера также убивает. Минус три в пользу. Команда коллы. Бассажей просто уходит на базу. Тинкер также убегает. Ему тут уж делать больше просто нечего. Тинкер фармит себе либо Дагон, либо Юлу. Наверное, Дагон, я верю, больше. После Линзы. Но решил не выходить в Аганим. Но Аганим было бы неплохо. Учитывая наличие иллюзии. Учитывая будущий отпуш потенциальный. Его придется как-то отпуш совершать. Все-таки заход на базу не минуем. Рано или поздно. Внешний тавр только один. Он стоит на 184 хп. То есть буквально, я думаю, минут 5-6. И команда колл будет заходить. Плюс ко всем умеется Рошан. Непонятно, почему до сих пор стоит. Непонятно, почему до сих пор команда колл его не убивает. Наличие алхимика со своим спреем. Минус броня для Рошана. Иди убивай, не хочу. Но пока. Пока не выходит. Так, погиб Курьер Селсмы. Давайте взглянем. Что там было? Ничего там не было. Внутри интересного. JK пытаются убить. Получает он подкоп. Есть проза-атак. Есть помощь от ИО. В дуэль пошла Легион Командер. Но Легион Командер не убьет. Вот здесь одна не получится. Алхимика начинает бить, но там висит рейд. Все-таки закидывают колбы властелера напоследок. Погибают тут и Тинкер, и Бэтрайдер. Ну и, наверное, это конец. То есть они никого не убили. Попытка была убить Войда. Но Войда там получил подсейв от Легион Командер. И от ИО. Заход на базу от Команды Комплексити. Ну и все. Башня падает. Бараки также упадут. Тинкер фармит свой вот этот докончик. Я не знаю, что есть. Еще 2200. Он ничего не покупает. Он не байбекается. Хотя байбек надо делать. Наверное, уже все. Команда Фридем наигралась. И просто думает о пике на следующей карте. А об этой карте уже просто не думает. Ставится хроносфера. Попадает она в никого. Только лишь по постройке команды Дайер. Но это не важно. Это абсолютно не имеет никакого значения. Джеки делает еще один фраг. 12-й на своем счету. Превосходит он богов. Как пишет нам клиент Дота 2. 28-13. Команда Комплексити заслуженно побеждает на первой карте. Не было никакого шанса у Фридем. После 10-й минуты. Было все круто у Тинкера. Но все было очень плохо. У Майнкерри команды Фридем все было нехорошо на оффлейне. Иксмайк не фармил. Иксмайк очень быстро отдал в башню. Иксмайк еще умудрялся погибать. Но и колы выглядели просто на голову сильнее. И оффлейн. И легкая линия Войт. Который фармил очень шустро. Очень быстро. Даже несмотря на то, что Войт выходил исключительно в артефакты на защиту. Первые 20 минут. То есть это Линкенсфера появлялась там в Ледмирс. Но это не помешало выиграть. Потому что кроме Войта был дамаж дилер в виде Аллхимик. В виде Легион Коммандер. Ну и по сути в виде Лишерака. То есть мы даже взглянем на количество дамажа. Я думаю, что Лишерак внес немало. Так, Свиндлесс. Да, 14 тысяч. У Войта 10 тысяч. Вообще-то Свиндлесс первый. Нак...